Напомню, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в ЕС. Уже в конце июня Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Эту и другие темы обсудим с депутатом Верховной Рады Украины, главой делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева в нашем эфире. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, прошло уже чуть больше двух месяцев, как Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Тогда глава дипломатии ЕС Жозе Боррель сказал, что Украина и Европа победят, и что с момента получения такого статуса начинается у нас долгий путь для нашей страны, который она преодолеет вместе с Европой. И перед следующим этапом, переговорами, Еврокомиссия должна оценить прогресс Киева в работе над реформами. Когда этот процесс начнется, когда уже будут эти оценки в нашу сторону? Да, если позволите, от имени комитета профильного по евроинтеграции, который, кстати, по недавним новым обновлениям, после того, как мы проголосовали определенную постанову Верховной Рады о том, что в каждом комитете теперь будет специальный подкомитет по евроинтеграции, мы очень надеемся, что это как раз улучшит нашу работу, как мы называем их, с линейными комитетами. То есть это означает, что евроинтеграционный комитет немножко разгрузится, возможно, расширит свой секретариат. Сегодня мы видим вот сейчас кадры как раз встречи и президента с главой представительства ЕС в Украине, когда он передавал девятитомник заполненных вопросов о том, как могли бы мы стать страной-кандидатом. Слава Богу, это случилось этим летом. И дальше мы движемся по нашим основным обязательствам. Они имели семь критериев. Сегодня буквально спикер украинского парламента, господин Стефанчук, также встретился с господином Масикасом. И уже мы имеем в ближайших заседаниях намерение проголосовать важные законопроекты, которые касаются наших обязательств по этим всеми пунктам. Не можем не заметить, что это и новый закон о медиа. Также я бы назвала многострадальный закон о нацменьшинах, по которому у нас были противоречия с нашими партнерами, например, из Венгрии. В самом Совете Европы, где работает делегация ПАСЕ украинская, у нас были также неоднократные переговоры о том, как мы на самом деле выполняем наши обязательства и противодействуем вот этому русскому нарративу, что нацменьшины по языковому принципу, они ущемляются. Но мы также боролись с нарративом о том, что вообще, например, русский язык не является языком нацменьшин в Украине, а является просто иностранным языком, на котором говорят украинцы. Также мы говорим и о судебной реформе. Парламент сделал свою работу в этом направлении. Сейчас очень важно именно внедрить процедуру отбора судей Конституционного суда и закончить проверку кандидатов в ВККС. Также не забываем, например, в Европарламенте существует такой специальный комитет по противодействию отмывания финансовых средств. Я хочу тут упомянуть, что также дополнительное законодательство в этой сфере разрабатывается нами для противодействия отмывания финансовых средств в незаконный способ. Естественно, у нас остается также и поддержание уровня архитектуры антикоррупции и, естественно, прав человека. Здесь интересным фактором для нас является то, что Украина вне зависимости от всех условий военного времени продолжает максимально выполнять свои обязательства по Женевским конвенциям, чего не делает, естественно, Россия. Очень важно, что нашу столицу, Киев, как в День независимости, так и сегодня продолжают осуществлять визиты политики высокого ранга. Например, сегодня министр иностранных дел господин Димай, он наш большой друг с визитом в Киев. Вчера это был президент Дуда, премьер Джонсон. Конечно, это все отправляет очень важные сигналы в Брюссель, кадры которого вы сейчас видите. Ну и нам очень везет с так называемым президентством Европейского совета. То есть каждое полгода оно меняется. Сейчас это наши друзья из Чехии, потом это скандинавские страны. Очень важно, кто является лидером этих процессов в исполнительном спектре. Ну и, конечно же, для нас политический сезон не прерывался, хотя Европа и Европейский союз имеют высокий сезон так называемых каникул. Сейчас, опять же, вне зависимости от этого, буквально позавчера и вчера, 23-24 августа, большая делегация евродепутатов посетила в очередной раз нашу столицу и Киевскую область, ознакомливаясь с военными преступлениями. И здесь мы не можем не отметить лидерство президента Зеленского, который поддержал нашу инициативу как парламентариев. Была очень маленькая оправочка в резолюции ПАСЕ, буквально тоже этой весной, если я не ошибаюсь, где мы продвигаем идею международного трибунала. И, конечно же, это вопрос нового порядка правовой защиты и отстаивания наших интересов, поскольку когда-то после Второй мировой войны нужно было придумать Нюрнбергский процесс. И сейчас вместе с Офисом Президента и Министерством иностранных дел мы работаем над новым методом правового аспекта по не только военным преступлениям как результатам, а по факту такого преступления, как агрессия России против Украины от 24 февраля текущего года. И здесь мы говорим как раз о Путине и топ-чиновниках, которые указывали на осуществление этих военных преступлений. Их число уже исчисляется более 25 тысячами, которые зарегистрированы на национальном уровне прокуратурой, генеральной и также областными прокуратурами. И хочу отметить очень эффективную работу на местах, потому что каждый дом, каждое домохозяйство, каждый автомобиль, детский сад, больница или же смерть украинца, это является военным преступлением. Мария, я совершенно с вами согласна. И сейчас мы к этой теме вернемся. Я хотел бы просто еще уточнить по поводу перспектив членства Евросоюза. Эксклюзия по срокам меня интересует. Смотрите, вы сказали 7 пунктов. Это все ложится сейчас на обязанности наших депутатов Верховной Рады. В том числе нужно закрепить наше антикоррупционное законодательство и показать его в действии. И вот эти даже законопроекты, их не просто нужно проголосовать, а показать, как они работают. Это и будет результатом движения нашей страны в Европейский Союз. Сколько во времени, какой срок нам отводится Европейской комиссии, чтобы они уже увидели какой-то результат во времени? Сколько это может продолжаться? Я думаю, что по предыдущей практике и отмеченным хорошим прогрессом главой представительства Масимасикасом сегодня, мы ожидаем, что эти процессы могут завершиться в течение ближайших 4-6 месяцев. И мы выходим в 2023 году на конкретный статус переговора официально с Еврокомиссией уже по полноценному членству. И не забываем, друзья, что уровень разных аффилиаций и свобод с Евросоюзом может быть разным. То есть в процессе это будут обсуждения, например, валюты, вступаем ли мы в зону евро. Или же, например, как наши друзья из Польши, остаемся с нацвалютой и так далее. Сейчас мы имеем и также очень позитивный сигнал о том, что некоторые вещи из-за полномасштабной агрессии, войны могут нам быть, ну скажем так, не прощены, а упразднены. Хотя каждая дорога каждого члена из 27, которые сейчас представляет Европейский Союз, проект которому уже больше 70 лет, который создавался как политическое и экономическое образование и на территории этих государств не было войны. Но, к сожалению, она точится сейчас на их границах у нас дома в Украине. Мы, конечно, это рассматриваем как и фактор безопасности и возвращение к нашей историческо-политической семье в Европу. Поэтому, наверное, нам сулит и судьба наших друзей Словакии, которые смогли полноценно осуществить вступление с начала переговоров до их конца за три года, я думаю, Украина может показать результат даже успешнее. Мария, будем очень надеяться на этот успешный результат. И вы все верно сказали, что сейчас, по сути, в центре Европы идет варварская война, которую развязала Россия и которая поражает своей циничностью. В частности, показательные процессы, нелегитимные, являются издевательства над правосудием. Так, о судилище над защитниками Азовстали в оккупированном Мариуполе высказался представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Эти процессы в США назвали и циничными, и решительно сейчас осуждают. А кроме осуждения, вот расскажите, пожалуйста, существуют ли сейчас какие-то механизмы давления, или весь мир будет просто спокойно за этим наблюдать? Однозначно мы должны выходить в публичную дипломатию. Мы приветствуем заявление Госдепартамента США, но и не стоим в стороне от наших прямых обязанностей, функций и возможностей. Я говорю сейчас о заявлении отдельном, которое мы сделаем в самое ближайшее время. Об этом я говорю впервые в эфире. Оно касается заявления как минимум семи стран наших партнеров из парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что действительно мы совместно осуждаем данные действия. Такое судилище противоречит Женевским конвенциям от 1949 года. И, конечно же, вот клетки, которые вы видите, которые якобы соорудили для такого судилища, мы верим, что до предварительно планируемой даты, когда бы она не была, мы сможем, опять же, совместно всем миром отстоять справедливость и международное право. Но что касается вообще инструментов давления и эффективности, я хочу отметить, что после создания специальной комиссии Верховной Рады Украины по как раз военным преступлениям, и мы там совместно с профильной министркой госпожой Верещук, которая 24 на 7 занимается этими вопросами на уровне правительства и с депутатами Верховной Рады, с экспертами, пришли к интересному выводу. Международное гуманитарное право абсолютно прекратило свою эффективную работу. Мы видим из-за того, что Россия отказывается в одностороннем порядке выполнять свои обязательства по Женевским конвенциям, мы находимся в так называемой темной комнате. Но мы не одни однозначно, и, естественно, весь мир поддерживает нас. И в этих стараниях, я уверена, что будет не одно такое заявление. Давайте вспомним, что так называемое судилище Россия также и инициирует по вопросу наших дорогих коренных народов. Это крымские татары, крымчане, о которых мы тоже, я думаю, с вами сейчас поговорим в рамках проведенной второй уже крымской платформы и планов на будущее. Но то, что Россия просто так не осуществит эти действия безнаказанно, конечно, мы не рассматриваем тот факт, что вообще данное судилище реалистично и возможно. Нам бы хотелось увидеть продолжение санкций. И также, как мы знаем, уже отдельные страны ЕС делают очень некомфортной жизни чиновников. Скажите, вот, Мария, вы сейчас говорите о санкциях. Это, по сути, те точки давления, которые ожидаются, что они как-то, возможно, повлияют на это судилище и на нарушение этого международного права? Да, абсолютно. Я приведу просто обычный пример. Это свобода передвижения. Вот кто-то думает, что это только Путин и плюс где-то 100-200 человек русских, которые могут использовать шенгенские механизмы. Это свобода передвижения в рамках 27 стран, даже больше, извините. Так вот, я хочу заметить, что это миллионы русских, которые вступили в партию. Во-первых, Единая Россия, их более 10 миллионов насчитывается. И поддержали вторжение России в независимое государство Украина и поддержали эту агрессию. Если Европейский Союз продолжит эффективную политику, пускай на уровне отдельных государств, как сейчас это делают наши балтийские партнеры. Эстония вчера уже продемонстрировала два кейса отмены, как минимум два кейса, о которых нам публично известно. Отменены визы французской и, если я не ошибаюсь, испанской. Отменены визы на границе, очень расстроены русские. Мы тут можем дебатировать, но инициатива президента Зеленского, с которой он обратился к партнерам, она была услышана и сейчас уже обрабатывается. Тут, конечно, мы отдельно можем дебатировать о русской оппозиции и тех людях, которые не поддерживают режим. Мария, ну вот сейчас оккупационные власти анонсируют это судилище буквально на конец августа. Мы понимаем, что остается всего буквально шесть дней. Хватит ли этого времени для того, чтобы найти эту точку давления? Сегодня, как я сказала, мы времени не теряли. Декларация от имени Совета Европы, которая поддержана парламентариями разных стран, будет опубликована либо сегодня вечером, либо завтра утром. Это в том числе действенные инструменты, напомню, организация, из которой Россию вот прям выперли с треском их нахождение там, они за него боролись. Это для них оставалось публичным инструментом дипломатии, где их могли услышать. Но я думаю, что нам еще нужно поработать в том числе и со странами Латинской Америки и Африки, что мы планируем делать уже с сентября месяца на наивысшем политическом уровне. И как раз это касается комиссии по правам человека ООН, откуда тоже Россия исключена, но там будут важные процессы происходить в самом ближайшем будущем. Как раз по процессу, по упомянутому вам процессу в Мариуполе потенциальному судилищу над нашими героями. Мария, спасибо вам большое за вашу работу и за ваш комментарий. Напомню нашим зрителям, депутат Верховной Рады Украины, глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева была с нами в эфире «Фридома». Спасибо.